Идем дальше. Всех с началом новой недели. Так, секунду, скорее. Так, поставьте, пожалуйста, цифру 1, есть ли у нас сегодня на вебинаре новички. Цифру 1 поставьте. Есть ли новички сегодня? Отлично, хорошо. Так, хорошо, замечательно. Смотрите, на все вебинары, которые вас приглашает спонсор, на все вебинары необходимо заходить следующим образом. Когда вы входите в вебинарную комнату, очень важно написать свое имя и фамилию. И в скобочках написать имя и фамилию того человека, который вас пригласил в наш проект, проект «Экспресс-карьера». Ну, это такое правило в нашей, скажем так, нашей команде. Поэтому на следующем вебинаре, там сегодня, да, завтра, который вы будете посещать, обязательно пишите свое имя и фамилию полностью. И пишите в скобочках имя и фамилию вашего спонсора, то есть человека, который пригласил вас в проект. Итак, начинаем. Давайте познакомимся. Меня зовут Процент Асидлана. Я золотой директор проекта «Экспресс-карьера». Я именно тот человек, который работает в проекте два с половиной года. И я могу сказать смело, что именно с этим проектом мечты, те мечты, ради которых мы сюда приходим, да, начинают становиться реальностью. И неважно, да, за какой целью вы сюда пришли, но я хочу сказать, что любая цель, за которую вы приходите в этот проект, а я бы вот хотела, чтобы вы написали, да, с какой целью кто-то, вот каждый из вас пришел в наш проект, вот что вами двигало. Напишите, пожалуйста, ради чего вы пришли работать в наш проект. Я могу смело сказать, что неважно, какие бы это цели у вас не были, да, какие бы устремления не были, я хочу сказать, что с нашим проектом это все реально, это все возможно. И единственное, что необходимо, это действие и сила воли и постоянно работать, да. Почему? Потому что вот пассивный доход, о котором пишет любовь, просто так пассивный доход, мы сейчас разберем, с чего он складывается и каким образом этот пассивный доход начинает зарабатываться, да, либо финансовая независимость, каким образом она начинает зарабатывать, эта финансовая независимость, да. И как вы поймете, вы уже финансово зависимы, либо вы еще не финансово зависимы. Вообще-то, многие пишут, что хотят быть финансово зависимыми. Я всегда говорю, что ставьте себе очень четкие цифры, сколько вы хотите зарабатывать, потому что такое понятие, как финансовая зависимость, это понятие очень, скажем так, размытое. Потому что, как я говорю, люди, которые не имеют определенного места жительства, они тоже финансово независимы. У них нет обязательных платежей, поэтому они тоже финансово независимы. Они не зависят ни от чего. Поэтому вот такое слово, как финансовая зависимость, либо финансовая свобода, либо еще что-то, заменяйте себе конкретной цифрой, которую вы хотите зарабатывать. И могу, конечно же, сказать, что в нашем проекте это все реально, в нашей компании это все реально. И, ну, как в любом проекте, как в любом деле, необходимо, конечно же, работать, потому что пассивный доход просто так от пассивных действий не будет образовываться. Итак, идем дальше. Я в проекте «Экстраскарьера» работаю ровно два с половиной года. И, скажем так, что, ну, я сегодня планирую открыть звание сапфирового директора. И я специально показываю вам, чтобы вы понимали, да, какие доходы возможны в нашем проекте. Какими доходами, да, какие доходы есть в компании «Экстраскарьера» и какие доходы есть в проекте «Экстраскарьера». Я поставила сквозь скрин банка, на котором, не знаю, видно вам или нет, вы можете вверху на вебинарной комнате, вверху есть справа плюсик, лупа такая, да, нажать на плюс, и вы увеличите картинку, и картинка изображения станет у вас немножко крупнее. Я не знаю, можно ли у меня это сделать, я немножко, да, могу тоже увеличить для того, чтобы вам было видно, да. Вот могу вам сказать, что за среднюю зарплату, вы видите, зарплату мы получаем один раз в три недели, то есть у нас 17 зарплат в году. Каждые три недели, когда заканчивается каталог, мы получаем на свой расчетный счет от компании определенную сумму денег за свой товарооборот, который мы создали через интернет, работая в проекте «Экстраскарьера». Вот можно увидеть, да, что мой доход, последний доход мой был 25 897 гривен. За последние три недели 25 897 гривен. Если кто-то, кому-то интересно, сколько это в рублях, я могу сказать сейчас в рублях, чтобы вы ориентировались. В рублях это 84 000 рублей за три недели. Ну, предыдущая зарплата была чуть меньше 15 000 гривен, 16 000, 18 000. То есть весной была зарплата и 60 000 гривен, это 180 000 рублей. То есть все зависит от товарооборота, который создает ваша команда, создает ваша группа. И об этом мы с вами будем говорить. Да я вам специально показываю, что все реально, все официально. У нас нет никаких выплат на какие-нибудь карточки вебмании, либо еще куда-то там, где нужно потом выводить эти деньги. Мы зарплату получаем только лишь официально. Компания выплачивает нам официально на наш расчетный счет. За эти деньги мы отчитываемся перед государством, перед налоговой инспекцией. Мы отчитываемся, мы открываем индивидуальное предпринимательство и платим за себя пенсионный фонд. То есть свою пенсию мы обеспечиваем себе сами. Но это чуть попозже, всю вот эту глубину выплат и всего остального, как это действует, механизм, как это действует, вы уже будете узнавать в дальнейших наших вебинарах. На самом деле все это очень просто, не стоит этого пугаться, не стоит этого бояться. Все упрощенное, система, на которой мы работаем, она упрощенная. И не надо заморачиваться. Нам не нужны бухгалтера, мы сами все ведем. Здесь все очень просто. То есть получили деньги на свой расчетный счет, заплатили государство пенсионный фонд. Вот такие вот зарплаты в нашем проекте. Итак, давайте еще раз представлю вам нашу команду. Вот в 2013 году, когда команда уже стала так более-менее, это был 2013 год, у нас был первый банкет директоров. Что такое банкет директоров? Это такое мероприятие, куда приглашаются все консультанты, которые достигли какого, не какого, а конкретно уровня директора. Они имеют право посетить, приглашаются от компании на банкет директоров. И в 2013 году в двух странах, Украина и Россия, уже были первые наши представители от нашего проекта «Экспресс-карьера». Такая небольшая команда, там в России несколько человек, да, и в Украине порядка 10-15 человек. У нас было тех, кто уже достиг каких-то званий. Вот была Анна Черна, основатель проекта, она уже получала свой чек за звание, не помню, по-моему, сапфирового директора. Вот. И наши первые менеджеры, девчонки, которые вышли на директоров, получали свои чеки. Кто-то в 1000 долларов, кто-то в 2000 долларов. Вот такие вот чеки компания выдает нам за достижение тех, скажем так, условий, которые у нас прописаны в маркетинг-плане. Кроме зарплаты, которую вы видели, да, которую мы получаем, я вам показывала, у нас еще есть вот такие вот вознаграждения, скажем так, премии, да, премии, и эти премии начинаются с размера 1000 долларов и выше. То есть премию мы получаем за каждую ступеньку, которую мы проходим по маркетинг-плану компании. В 2013 году у нас было совсем немного, но мы думали, что мы покорили вершину Эвереста, но на самом деле надо было идти дальше. И уже в 2014 год на банкет директоров приехало намного больше представителей нашей команды, и в России было намного больше коллег, вот, да, видите, девчонок, и в Украине уже было на порядок больше нас, которые получали чеки свои, да. Вот видите, Анна Черна получила два чека, 6000 долларов и 8000 долларов, кто-то уже больше чеков с размером 2000 долларов, кто-то получил чеки в 3000 долларов. Ну и понятно, за директора многие получили за звание директоров, чек в размере 1000 долларов. Все это официально выплачивается компанией на расчетный счет. И вот такие чеки нам вручают на банкете директоров. И вот в России тоже команда уже стала побольше, порядка 10-15 человек. И, скажем так, 2014 год, мы уже думали, ничего себе, мы достигли вершины, то есть у нас столько людей в нашем проекте, уже такие чеки большие, да, 6000 долларов премия, 8000 долларов премия. Не знаю, поставьте, пожалуйста, плюсик, кто-нибудь получал на обычной работе премию, например, в 6000 долларов. Поставьте, пожалуйста, плюсик, есть ли у нас человек на вебинаре, который на простой работе в своей жизни получал премию 6000 долларов. А я иду пока дальше. Пока у нас отыскивается такой человек. И 2015 год, в этом году на банкете директоров нас было уже намного больше. Команда растет, и я хочу вам сказать, что как в российской команде, так и в украинской команде все на фотографии не поместились. На фотографии, потому что было много людей, и, понятное дело, в кадр все не помещаются. Поэтому вот такие фотографии вы видите. Это банкет директоров в Украине и наша команда в России. И в этом году уже на банкете директоров было и со стороны России, и со стороны Украины были уже мужчины. И я хочу вам сказать, что мужская команда у нас за год очень сильно выросла, и порядка, тоже мужская команда, скажем так, порядка 30 человек уже была, тоже, в принципе, все уже в кадр не помещались. Вот поэтому 2015 год, как мы сейчас считаем, мы сейчас думаем, что вау, мы достигли совершенства, у нас очень много людей, которые уже получают свои чеки. Прошу обратить внимание, что здесь большой чек на 24 тысячи долларов, и, да, и на 10 тысяч долларов, и, понятное дело, уже есть чеки цветные, то есть, что такое цветные чеки, это чек за звание золотой директор 2 тысячи долларов, старший золотой 3 тысячи долларов, чек за звание старший директор 1,5 тысячи долларов, и, понятное дело, наши девчонки, коллеги, которые только в начале, на самой маленькой ступенечке, да, они получают чеки, премию свою в тысячу долларов. То есть, ну, я поняла, что в 6 тысяч долларов никто не получил премию, ну, а в тысячу долларов на простой обычной работе? Напишите, пожалуйста, кто-нибудь получал в тысячу долларов премию от своего работодателя? Ага, вот здесь вопрос даже не премии, здесь вопрос даже уже зарплаты, да, люди пишут. Ну, в любом случае, в любом случае, обратите внимание на эти фотографии, почему? Потому что я дальше буду рассказывать о вам проекте, и хочу сказать, что 2016 год нас тоже ждет банкет директоров, и он состоится, и он будет, и только вопрос лишь в чем? Весь вопрос лишь в том, кто будет присутствовать на этом банкете директоров. Ну, понятное дело, все те люди, которых вы видели с чеками, они будут присутствовать на банкете директоров, но в 2016 году мы ждем новых лидеров и новых людей, которые приходят в наш проект. У вас еще впереди есть вся возможность, да, много возможностей попасть именно на этот банкет директоров. Поэтому я вот хочу, чтобы вы этот слайд запомнили себе и четко себе осознали. Те, кто хочет себе поставить план финансовую независимость, либо пассивный доход, должны понимать, что первый шаг, первая цель, которая вам должна двигать, это звание директора и попасть на банкет директоров. И смело себе планируйте вашу фотографию именно на этом слайде. Чтобы на следующий, ровно через год, да, когда пройдет банкет директоров, чтобы, рассказывая о проекте, чтобы я могла показать уже здесь ваши фотографии. Поэтому, да, Оксана Шевчук пишет «Стремиться быть». Хорошо, запомните, и я хочу, чтобы многие из тех, которые сегодня присутствуют на этом вебинаре, чтобы многих мы увидели именно на этом слайде. Так, идем дальше. Давайте сейчас с вами разберем варианты, да, каким же образом можно вообще зарабатывать, каким же образом вообще создается вот такое вот понятие, как пассивный доход. Откуда можно вообще брать деньги? Какие варианты у нас с вами существуют? Напишите, какие варианты вы знаете в создании денежного потока. Вот что такое денежный поток? Это ваш финансовый, как вы пишете, да, финансовая свобода, либо ваш пассивный доход. Каким образом? Какие варианты есть в создании вот этого финансового потока? Один из вариантов, как можно вообще зарабатывать? Давайте разберем один из вариантов – это работать на работе. То есть ходить на работу, работать на кого-то, либо работать на государственной работе. Поставьте, пожалуйста, цифру 2. Есть ли среди нас люди, которые ходят на работу, работают либо на государственное предприятие, либо работают где-то в коммерческом предприятии. Поставьте, пожалуйста, цифру 2. Присутствуют у нас люди, которые уделяют время и в своей жизни зарабатывают именно методом, стандартным методом, который продумала и внедряет государство. Вот смотрите, как можно заработать, работая на работе. 80% людей на самом деле идут по одной и той же жизненной программе. Жизненная программа называется 40-40-40. Что это такое? 40-40-40. Рассказываю. 40 лет стажа, 40 часов в неделю, 40% пенсии от минимального прожиточного уровня. 40% пенсии от минимального прожиточного уровня. И я считаю, что такой вид, скажем так, обеспечения себя считается на самом деле опасным. Почему? Потому что прожить потом на те 40% от пенсии, от прожиточного минимума практически нереально. Поэтому, смотрите, люди ходят на... А есть ли у нас студенты? Поставьте, пожалуйста, цифру 3. Есть ли у нас студенты? Присутствуют ли у нас студенты на вебинаре? Или те, кто учится, получают второе высшее образование? Хорошо. А вот я хочу обратиться к людям, которые получают высшее образование. Какая ваша цель вот этого высшего образования? Что вы хотите добиться вот тем, что вы получаете высшее образование? Какая цель вот этого вашего обучения? Напишите, пожалуйста, в чате, какая цель вашего высшего образования. Для чего вы... Ага, для саморазвития. Для себя. Да, не видела еще людей, которые 5 лет будут ходить, тратить, да, для себя. Хорошо. Саморазвитие для себя. Кто еще ради чего учится? Так, нужно, чтобы получить хорошую работу. Вот Анна Ковальчук написала, так нужно, чтобы получить хорошую работу для увеличения дохода, для того, чтобы найти работу. Да, найти работу. То есть люди ходят, 5 лет обучаются в высших учебных заведениях для того, чтобы найти престижную, высокооплачиваемую работу. А напишите, пожалуйста, что такое, как вы понимаете, что такое высокооплачиваемая работа? Сколько это денег? Что такое высокооплачиваемая работа? Представляете, 5 лет мы ходим, обучаемся в институте. 5 лет для того, чтобы потом найти вот эту вот работу, которая будет престижная, во-первых, да, престижная и высокооплачиваемая. Вот 50 тысяч рублей, да. Высокооплачиваемая. У кого еще какие есть критерии высокооплачиваемой? 500 долларов. Хорошо. В Беларуси это 500 долларов. Кто-то хочет от 2 тысяч долларов. Кто-то хочет от 40 тысяч долларов. Угу. А, тысяч рублей. Кто-то хочет 40 тысяч рублей, 30, чтобы хватало. Ну, тысяча евро. В среднем, да, тысяча евро – это где-то порядка 60-70 тысяч рублей. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот эти вот цифры, которые вы сейчас написали, вот эту зарплату, да, 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, тысячу евро, вы уже зарабатываете? Вот те люди, которые написали 40 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, да, 60 тысяч рублей, тысячу евро, вы уже зарабатываете? Хорошо. Пока что я не вижу ни одного положительного ответа. Вот смотрите, мы ходим 5 лет в высшее учебное заведение для того, чтобы найти себе высокооплачиваемую работу, которая обеспечит нам наши ожидания, которые мы хотим. Например, в 50 тысяч рублей, в 60 тысяч рублей. Но на самом деле такой работы пока что никого нет. Скажите, пожалуйста, а может быть в вашем представлении высокооплачиваемая работа в 100 тысяч рублей? Понятное дело, если 50 и 60 не платят, то 100 тысяч рублей для того, чтобы сразу после ВУЗа найти работу в 100 тысяч рублей. Может быть. А есть среди нас люди, которые работают где-то на работе и получают более 100 тысяч рублей? Напишите, пожалуйста, кто зарабатывает на обычной работе более 100 тысяч рублей. Так, пока что я вижу нет. Хорошо, хорошо. А еще вот такое понятие, как слово «престижное». Как слово «престижное»? Что в вашем понимании слово «престижное»? Пишите ту работу, которую вы понимаете для себя. Слово «престижное». Что значит «престижная работа»? Потому что все, вот многие писали, да, хотелось бы престижную, престижную работу. Престижная работа и с деньгами. На самом деле мы уже определились, что высокооплачиваемой работы пока что нет. 30-40 тысяч – это… Ага, Алексей раньше зарабатывал 150 тысяч, а сегодня почему не зарабатываете? Ага, высоко востребованная в обществе. Высоко востребованная, оплачиваемая. Хорошо. Хорошо, ну давайте тогда перейдем дальше к следующему моему слайду, да. Вот я хочу, чтобы вы запомнили, да, что люди, которые ходят и работают на работе, на кого-то работают на работе, они живут по правилу 40-40-40. То есть 40 лет стажа, согласны со мной, да, для того, чтобы потом получать пассивный доход, то есть пенсию, которую вы хотите. Но если прожиточный минимальный, прожиточный минимум, да, в каждой стране разные, и вот посчитайте, вы будете получать всего лишь пенсии 40% от этого минимального прожиточного минимума, да. Поэтому смотрите, есть такое правило 40-40-40. 40 лет стажа, 40 часов в неделю в среднем тратит человек на работу. 40 часов в неделю. И 40% потом получает от прожиточного уровня. Поэтому двигаемся дальше. Идем дальше и поговорим с вами сейчас о том, да, о вот этих ваших критериях, престижная, высокооплачиваемая, да, работа, которая, да, востребована в обществе, работа. Смотрите, а можете ли вы сами назначить на работе себе зарплату? Напишите, пожалуйста, можете ли вы сами, придя куда-то на работу, назначить себе зарплату? Можете? Ага, не можете, да, понятно. По найму не можете сами себе прикид сказать, я буду у вас работать и буду получать у вас 150 тысяч рублей. Я так хочу. Потому что я 5 лет отучилась в институте, и я стою на сегодняшний день 150 тысяч рублей. Что вы услышите от работодателя? Вас отправят в обратную сторону, да, в обратном направлении. Да, вы не можете, да. Скажите, пожалуйста, вы будете решать, сколько будет ваша зарплата? Вы решаете? Или работодатель? То есть, по большому счету, вы не решаете, сколько вам получать этих денег. Скажите, пожалуйста, вы будете решать, сколько часов в день вы будете работать? Например, вы будете решать, что вы будете работать не 40 часов, а будете работать, например, 20 часов. На работе вы решаете, сколько часов в день вам работать. Нет, понятно дело, нет. Хорошо, а когда вы будете решать, когда у вас будет отпуск? Нет. Вы будете решать, когда у вас будет отпуск, да? Нет, вы не будете решать, когда у вас будет отпуск. Будет решать работодатель. То есть, получается, что мы учимся 5 лет, чтобы получить то, что никогда не можем получить. Мы учимся 5 лет для того, чтобы получить то, что в результате потом получить не можем. На самом деле получить не можем. Почему? Потому что на самом деле в работе по найму принимают решение, сколько нам платить, сколько времени мы все будем работать, когда мы пойдем в отпуск. Принимает решение только лишь работодатель. Принимает решение только лишь работодатель. Второй момент. Что такое престижная работа? Если вы понимаете, то на престижную работу на сегодняшний день хотят устроиться очень много людей. И на самом деле, если просчитать, сколько стоит ваш час, сколько вы стоите, то возьмите эти деньги, которые вы сейчас получаете, например, кто-то получает 10 тысяч рублей, и разделите на те часы, которые вы тратите именно на работу. И вы получите вашу стоимость. У кого-то это будет 30 рублей в час, кто-то зарабатывает, кто-то будет зарабатывать 10 рублей в час, у кого-то это будет 5 рублей в час. Поэтому на самом деле учимся мы 5 лет для того, чтобы не получать ничего того, ради чего мы приходим в ВУЗ. Вот эти все наши светлые, радужные понимания, что мы выучимся, закончим высшее учебное заведение, и мы станем крутым специалистом, очень сильно востребованным, и работодатели будут стоять к нам в очередь и предлагать свои условия. И вы будете принимать решение, кому же пойти и какую же сумму выбрать. Поэтому смотрим дальше. Вот это работа по найму. Один из видов работы, как можно зарабатывать деньги, это работа по найму. И, например, я хочу вам показать, я сделаю вот такую вот вытяжку, что средняя зарплата в Украине составляет 4 тысячи гривен. В России это, сейчас скажу, 4 тысячи гривен, порядка, в России это порядка 20 тысяч рублей. Все это вы можете зайти, посмотреть на сайтах по трудоустройству. На сегодняшний день это не секрет. В России, например, можно зайти на сайт Headhunter и зайти в раздел «Статистика» и посмотреть, какое количество вакансий и какое количество резюме. И, например, на прошлой неделе я смотрела, что в России порядка 60 миллионов людей ищут работу, а вакансий 1 миллион. Поэтому смотрите, да, 60 миллионов людей ищут работу, а вакансий 1 миллион. То есть 59 миллионов людей остаются невостребованными. Такая же картина и в Украине. Порядка 500 с чем-то тысяч людей ищут работу и всего лишь навсего там 14 тысяч вакансий. Поэтому смотрите, да, вот средняя зарплата в Украине составляет 4 тысячи гривен. В России средняя зарплата составляет 20-25 тысяч рублей. Да, ну вот такая средняя зарплата, вот такие вот цифры на простой работе по найму. Право выбора. Право выбора мы не имеем. Мы работаем и проживаем свою жизнь именно так, подстраиваясь под работодателя. И смотрите, вот я хотела бы вам сказать такое, да, что на самом деле это люди, которые, люди, которые, да, ходят на работу за зарплату, да, невольно напрашивается такое вот понятие, да, что человек становится рабом, да. То есть за свой труд он, вот если в древние времена имел раб за свою работу, что он имел? Еду, одежду, имел кровь, да. И если посмотреть, что сейчас за свою работу имеют люди, да, которые работают на кого-то, что они имеют? Они имеют то же самое, они имеют денег ровно, чтобы иметь на еду на месяц, да, имеют деньги одеться и заплатить за свое жилье. Ну, квартплату кто-то дали, там, электроэнергию, коммунальные услуги, да, все, больше ни на что зарплаты фактически не хватает. Не хватает. То есть одеться, покушать и заплатить за то жилье, в котором вы живете. Ну, вот в принципе, на самом деле люди, которые ходят на работу и работают на кого-то, они на самом деле никогда богатыми не будут. Поэтому мечтать о том, чтобы выходили на работу по найму и стать богатыми, на самом деле это такая иллюзия, розовые очки. Поэтому если кто-то для себя еще оставляет этот вариант, что он будет работать по найму и станет богатым, в принципе, я не отговариваю вас, потому что у каждого свой путь. Кому-то надо работать по найму, а кому-то нужно чуть больше денег для того, чтобы быть финансово свободным и вообще жить той жизнью, которую он хочет. Переходим дальше. Один из видов заработка, это, например, существует такая деятельность, например, люди, которые самостоятельно что-то предпринимают. Как можно еще зарабатывать деньги? Например, есть частные преподаватели, что-то преподают, какие-то уроки преподают деткам, зарабатывают этим деньги сразу себе на руки. Есть какие-то мастера, которые мастерят что-то, зарабатывают себе деньги. Есть фермеры, которые выращивают овощи, фрукты, продукты сельского хозяйства и продают их на рынках. Есть какие-то швеи, которые шьют одежду для всех и зарабатывают себе тоже этим самым на пропитание или на свои расходы. Но на самом деле вот такой вид деятельности, которые люди, которые работают самостоятельно и что-то предпринимают, у них денег на самом деле больше. Да, больше. Но, как и в первом случае, у них есть только активный вид дохода. Вот многие люди писали, что хотят пассивный доход. Но, а чем, как вы считаете, чем пассивный доход отличается от активного дохода? Напишите, пожалуйста, вот кто-то хотел пассивный доход. И те люди, которые писали, что они хотят пассивный доход, напишите, пожалуйста, как вы считаете, чем же пассивный доход отличается от активного дохода? Потому что мы сейчас с вами рассматриваем второй вид заработка, второй вид, скажем так, труда, который оплачивается и приносит нам тоже финансовый поток, и приносит нам тоже финансовые какие-то вознаграждения. То есть это люди, которые самостоятельно что-либо предпринимают. Так, хорошо. Вот смотрите, те люди, которые сами что-либо предпринимают, например, швея, швея либо фермер, денег они имеют на самом деле больше, чуть больше, может быть, и вообще больше от тех людей, которые работают по найму. Но, как и в первом случае, как и в работе по найму, эти люди имеют только активный вид дохода. Пока человек работает, деньги идут. Когда человек не работает, деньги не идут. Работает человек, активно выращивает что-то, занимается сельским хозяйством, продает это на рынке, деньги идут. Как только перестал выращивать, как только перестал заниматься, деньги не идут. Но в этом случае, в этом случае свободное время человека полностью отсутствует. На самом деле, свободное время человека в таком, да, во втором виде заработка, свободное время отсутствует, да. И я просила посчитать, вот напишите, посчитайте, пожалуйста, если у нас 40-часовая трудовая неделя, то есть в неделю вы тратите 40 часов на работу, посчитайте, пожалуйста, сколько стоит час вашей жизни, сколько стоит один час вашей жизни. Возьмите свою зарплату, свой доход, который сегодня у вас есть и разделите на количество часов, то есть разделите на 160 часов. Вот, например, Катя написала, что ее час жизни стоит 70 рублей, да, 72 рубля. У кого-то час жизни стоит 70 рублей, у кого-то 157 рублей час жизни, у кого-то еще ниже 36 рублей, у кого-то вообще 20 гривен час жизни, час жизни, понимаете, да. А скажите, пожалуйста, когда вы работаете на работе, сколько времени вы тратите на дорогу, на дорогу, на эту самую работу, в среднем, сколько времени уходит на дорогу? У кого-то 10 минут, у кого-то 30 минут, но в среднем на работу и с работы уходит 2 часа. Да, средние показатели – час на работу и час с работы. Ну, в любом случае нужно взять время, которое вы собираетесь на работу, оно тоже не свободное, да, вы конкретно встаете, утром просыпаетесь и собираетесь на работу. И в среднем это 2 часа жизни. Прибавьте тоже к этим 40 часам в неделю, 2 часа в день, это идуго, еще у вас добавится в неделю, у вас будет не 40 часов, а 50 часов. Идуго, у вас, ваша стоимость вашей жизни уменьшится и еще, да, потому что на работу вы тоже тратите время, на работу вы тоже едете. Зачастую это в маршрутках, либо в транспорте, стоя, некомфортно, в одежде, то есть еще 2 часа жизни вы проводите каждый день в дороге, да. И скажите, пожалуйста, посчитайте, сколько часов в день, в день у вас остается вообще для жизни? С учетом того, что, например, да, в среднем 8 часов уходит у человека на то, чтобы отдохнуть на сон, 8 часов на сон, и сколько часов на работу, да, считайте, плюс время на работу, плюс время на дорогу, сколько часов у вас остается в сутки для того, чтобы просто жить? Для того, чтобы просто жить? Жить так, как вы хотите. Сколько в день у вас остается? 3-4 часа. Вот 3-4 часа в среднем. Вы свободны в день ровно 3-4 часа. Вот ваша степень свободы. Вот это ваша степень свободы. У кого-то меньше часа вообще-то, да, у кого-то 2-3 часа, у кого-то 3-4 часа. На самом деле еще есть домашние дела, когда вы приезжаете, да, и начинаете заниматься семьей, и это тоже время не ваше, потому что вы занимаетесь все равно не собой. Поэтому в любом случае, на самом деле, на вашу личную жизнь, на вашу личную жизнь будет оставаться и тугу меньше, даже меньше, чем 4 часа. Порядка где-то 1-2 часа в день максимум у вас будет оставаться для себя. Вот мы рассмотрели с вами 2 вида создания себе финансового потока, да, обеспечения себя, 2 вида. И третий вид обеспечения себя – это люди, которые становятся бизнесменами и предпринимателями. Напишите, пожалуйста, цифру 4, поставьте, пожалуйста, цифру 4. Есть ли у нас сегодня на вебинаре те, кто занимается собственным бизнесом, например, бизнесмены и предприниматели? Да, запись идет. Смотрите, да, у нас также присутствуют люди, которые являются бизнесменами и предпринимателями. Отлично. Не много, но есть. Третий вид создания себе финансового потока, финансовой потока, финансовой свободы, да, или тех денег, о которых вы мечтаете – это заниматься бизнесом, стать предпринимателем. И существует несколько видов бизнеса. Первый вид бизнеса – это для этого нужно 2 элемента. Нужна идея, и на самом деле нужны деньги. Но, насколько я знаю, что бизнесменами и предпринимателями становится немного людей. То есть из 100%, где-то 3% становятся бизнесменами и предпринимателями. Почему? Потому что на самом деле придумать хорошую идею, которая будет приносить доход, на сегодняшний день – это сложновато, и нужно уметь вырабатывать эти идеи. Плюс нужны деньги, и деньги нужны на самом деле для открытия собственного бизнеса, деньги нужны немалые. Вот, в принципе, я не знаю, есть ли у кого-то возможности, идеи и деньги для того, чтобы сейчас начать свой собственный бизнес. Если есть такие люди, напишите цифру 5. Есть ли такие люди, у которых есть идея и есть деньги для того, чтобы начать собственный бизнес, который будет приносить именно ту сумму денег, которая обеспечит вам и пассивный доход, и финансовую свободу. Второй вид бизнеса – это франчайзинг. Что такое франчайзинг? Когда вам дают готовую идею, то есть уже есть готовая идея, и вам необходимо лишь только под эту готовую идею вложить много денег. Вот это второй вид бизнеса, когда у вас есть готовая идея и вложить много денег. И вот я смотрю, у нас три человека поставили, что они готовы создать свой вид бизнеса, да, то есть у них есть идея и есть деньги. Хорошо, и я хочу, чтобы вы не забывали, что на самом деле, если вы рассчитываете зарабатывать от 100 тысяч рублей, от 100 тысяч рублей на вашем бизнесе, которым вы сейчас поставили вот пятерочки, три человека, а деньги нет. Тогда слушайте внимательно. Вам необходимо вложить минимум от 3 миллионов рублей, потому что зачастую средняя статистическая прибыль собственника, чистая прибыль собственника, зачастую, не прибыль бизнеса, а прибыль собственника является, это максимум 3%. Вот если вы хотите зарабатывать в собственном бизнесе более 100 тысяч рублей, вам необходимо инвестировать минимум 3 миллиона рублей в тот бизнес, в ту идею, которую вы хотите, чтобы вам приносила вот эти 100 тысяч рублей. Поэтому деньги любят счет, и бизнес тоже, там работают только цифры, в бизнесе работают цифры, и необходимо четко рассчитывать, да, какую сумму денег необходимо вложить, инвестировать в этот бизнес, чтобы хотя бы эти 100 тысяч рублей ежемесячно себе, как собственник бизнеса, скажем так, вытаскивать из оборота, вытаскивать из прибыли. Ну, зачастую собственники бизнеса зарабатывают свою первую прибыль, свои первые деньги, даже не в первый год работы бизнеса, а где-то 2, 3, 5, 5, 1, ну, первый год нету прибыли, 2, 3, 4, вот так вот, где-то через 2-3 года на самом деле идет прибыль у собственника. До этого собственник постоянно раскручивает этот бизнес, раскручивает эту идею и делает оборот этих денег. Поэтому я сомневаюсь, что вот люди, которые мы поставили, здесь может быть у кого-то и есть старый бизнес, да, но что-то вас сюда привело. Второй вид бизнеса, имея, например, те же самые от 3 миллионов рублей и выше, порядка там 100 миллионов рублей зачастую франчайзинговые идеи продаются за очень большие деньги. Например, сеть Магнолайз, это тоже сеть, которая продается по франчайзингу. Либо, например, пиццерия Челентана в Украине, это тоже вид бизнеса, который продается по франчайзингу. Но стоимость такого франчайзинга начинается от 500 тысяч долларов. То есть идея готовая, бизнес готовый, система готовая. Вам необходимо только лишь вложить порядка, ну, начиная, да, от 100 и выше тысяч и миллионов. И третий вид бизнеса, третий вид бизнеса, это MLM-системы. MLM-системы – это то, чем занимается наш проект. Что такое MLM? Не путайте с MLM, с МММ и с финансовыми пирамидами. Есть ли у нас люди, которые понимают, чем MLM отличается от финансовых пирамид? Есть ли у нас люди, которые понимают, чем MLM? MLM – это многоуровневый маркетинг. Многоуровневый маркетинг. И на самом деле отличается от пирамиды он тем, что в пирамидах никогда не будет товарооборота. То есть в пирамидах никогда нет товара. В пирамидах есть только сбор денег. Сбор денег. MLM-система – всегда будет предложение для человека, то есть всегда будет товар. Вот этим и отличается MLM от МММ. То, чего все боятся и пугаются, MLM или сетевого маркетинга на самом деле. Почему? Потому что они считают, что это пирамида. В пирамидах нет ни услуг, ни товаров. Там идет только сбор денег. Поэтому вот третий вид бизнеса – это то, чем мы с вами занимаемся. Это MLM-системы. Вложения здесь идут не более, чем 20 долларов. Не более, чем 20 долларов. На самом деле я даже не считаю это вложением, но написала, что это вложение. Почему? Потому что многие люди считают, что приобретение для себя шампуня, либо дезодоранта, либо геля для душа – это вложение. Но если люди считают это вложением, значит пусть будет это вложением. Возьмем это за вложение. То есть здесь вложение на самом деле минимальное. И на самом деле, что нужно вложить в третьем виде бизнеса, так это время, действие и ваша настойчивость. Почему? Потому что не бывает такого в MLM-системах, чтобы вы пошли купили шампунь на 20 долларов, дезодоран, зубную пасту и зубную щетку, и ничего не делаете, и в конце месяца пишете, а где мои 500 долларов, я не понял. Я на 20 долларов сделала закупку, а компания мне моих 500 долларов не начислила. То есть глупо полагать, что за покупку в 20 долларов компания вам начислит зарплату. Поэтому здесь нужно вкладывать свой труд, здесь нужно инвестировать свое время, делать много действий и быть настойчивым. Поэтому выбор за вами, какой вид бизнеса вам, на самом деле, какой вид бизнеса вы хотите организовать для себя. На самом деле бизнесмены и предприниматели, да, они здесь уже отличаются. Они отличаются, они уже более свободные люди. У них есть и деньги, и свобода. То есть если в первом и втором варианте люди ограничены свободой, потому что пока они не работают, скажем так, денег нет, то вот третья категория – бизнесмены и предприниматели, на самом деле они уже более свободные люди, у них есть возможность и шанс, скажем так, создать себе вот этот пассивный доход, о котором вы говорите. То есть не работать и доход будет. То есть все зависит от человека, как он этот свой пассивный доход организует, как он свою работу отстроит, да. Понятное дело, что не будет такого, что ты пришел в малый бизнес, либо пришел в собственный бизнес, ничего не делаешь, и сразу у тебя идет пассивный доход. Пассивный доход необходимо заработать, на самом деле заработать, да. Вот давайте разберем вид пассивного дохода. Например, у меня есть 5 квартир, и я их сдаю по 20 тысяч рублей. В среднем в месяц я зарабатываю 100 тысяч рублей от аренды этих квартир. Скажите, пожалуйста, вот эти 100 тысяч рублей от аренды квартир – это будет пассивный доход или активный доход? Как вы считаете? Напишите. Пассивный, правильно. Это будет пассивный доход. Но этот пассивный доход я же когда-то создала, правильно? То есть для того, чтобы этих 5 квартир купить, привести их в порядок, и сдавать в аренду, я заработала определенную сумму денег, которую вложила в эту недвижимость. То есть то, что я делала до туго, я создавала, я работала, то есть я зарабатывала вот этот актив для того, чтобы перевести его в пассив. То есть, смотрите, никогда пассивный доход не падает с неба. То есть его необходимо заработать. Его необходимо заработать. Заработать, а потом уже инвестировать эти деньги. И зарабатывать по силе. Я вот хочу вам показать, раз мы говорим о третьем виде бизнеса, это бизнесмены-предприниматели, то я хочу вам сказать, что мы в проекте «Экспресс-карьера» тоже являемся предпринимателями, мы тоже являемся бизнесменами. Почему? Вот хочу вам показать. Например, хочу показать вам скриншот, это справка о доходах, бухгалтерская справка, мы такую справку получаем каждый месяц. И вот справка, сделаю крупнее, видно вам, да? Я думаю, что видно. Еще чуть-чуть. Это справка «Доход» предпринимателя Юлии Басенковой из моей команды, говорящая о том, что Юлия Басенкова в определенный период времени с 21 июня по 11 июля Юлия Басенкова сотрудничала с компанией «Рифлейм», и ей за этот период времени были начислены, сейчас я даже карандашиком выделю, были начислены, была начислена вот такая сумма денег. Так, карандаш не хочет продвигаться сейчас. Вот, была начислена сумма денег 25 тысяч, 27 тысяч 517 гривен. Это в среднем, сейчас скажу вам, сколько рублях, это в среднем 86 тысяч рублей, в среднем, потому что я беру в среднем, потому что курс, я не знаю, какой сегодня курс, да. Вот видно четко, что предпринимателем Басенкова Юлия. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мы тоже являемся предпринимателями и за свою, то есть, да, занимаемся бизнесом, это наш собственный бизнес, и за свою работу, которую мы выполняем в партнерстве с компанией «Рифлейм», мы получаем один раз в три недели. НДС у нас не взымается, мы работаем без НДС, мы индивидуальные предприниматели на упрощенной системе налогообложения. То есть, что такое упрощенная система налогообложения? Мы платим на себя пенсионный фонд и платим, ну, в каждой стране раз в квартал налог на прибыль, он разный. Что вы имеете номер ФОП? Номер ФОП, здесь же не стоит номер ФОП, здесь стоит уже договор, конкретный договор с человеком, если я уменьшу, то будет видно номер договора, то есть здесь не пишется ФОП, здесь пишется номер консультанта человека, он для компании прописан в договоре. Вот такой вот номер, вот вверху написано 548, ой, видите, я пытаюсь написать, оно у меня, что там, сотрем его, и еще раз обведу. Вот здесь вот в углу написано такая опознавательная цифра, это является номер консультанта человека, согласно, когда заключается договор с компанией, ему присваивается номер консультанта, это у вас у всех есть. И уже справка, вот такая бухгалтерская справка, если вы видите, здесь она также, в начале эта бухгалтерская справка тоже подписана, таким же номером 548, 553, 20, да, и здесь стоит договор, номер договора, согласно, и от какого числа, и все, здесь стоит предприниматель Басенкова Юлия Николаевна, все, это стандартная, скажем так, акт, бухгалтерская справка, ее получают в каждой стране, она одинаковая, мы получаем все ее на электронную почту, перед теми, скажем так, перед тем, как получить деньги на свой расчетный счет, за день, за два, мы получаем вот такую бухгалтерскую справку, сколько она начислена, но в принципе мы это видим и в своем кабинете. К чему я все это веду? Я это все веду к тому, что мы тоже являемся предпринимателями, мы тоже являемся бизнесменами, и это подтверждает вот такие вот документы, я хочу еще показать, например, нашу коллегу, которая, например, да, коллега, наша коллега, это Наталья Желонина, вот ее доход, да, если вот, например, в первом случае, в первом случае здесь человек получает пока что только активный доход, потому что она только лишь директор ТОС уровня, золотой директор и выше, вы будете получать не только активный доход, активный доход, но и пассивный доход. О чем это я хочу сказать? Смотрите, вот мы взяли скриншот рабочего кабинета нашей коллеги Натальи Желониной, и здесь видно четко, активный доход человека, то есть это зарплата за ее активные действия составляет 21 600 рублей, плюс пассивный доход, если его сплюсовать, это бонусы за директоров, золотой бонус, сапфировый бонус, то и того пассивный доход составляет 97 000 рублей, да, то есть активный доход есть у человека, и есть уже пассивный. То есть Наташа Желонина, как в открытом звании сапфирового директора, в принципе, может уже не работать, и она будет в среднем получать 97 000 рублей, летом, ну это летом, да, в осень обычно эта сумма будет увеличиваться до 150-180-200 000 рублей в среднем доход сапфирового директора. То есть вот вы видите о том, что с определенного уровня, с определенного звания, то есть золотой директор и выше, уже в компании идут пассивные доходы. То есть кроме того, что мы являемся предпринимателем, бизнесменами, мы определенное время создаем, зарабатываем только лишь активный доход, только лишь активный доход определенное время. И, ну, то есть я хочу сказать, что активный доход я зарабатывала ровно год и 8 месяцев. Дальше я открыла звание золотой директор, и, скажем так, да, я могу в принципе не работать, но доход я уже получаю, пассивный доход я уже получаю. Поэтому кто какую цель себе ставит, да, с уровня золотой директор, сапфировый директор и выше, уже идут пассивные доходы. Чему я говорю? Что вот этот вот третий вид бизнеса, в котором мы с вами находимся, он помогает нам как активный доход создать, так и пассивный доход. Так, идем дальше. Идем дальше. Я не знаю, те, кто ходили на работу и работали на кого-то, я сомневаюсь, конечно, что эти люди могут создать себе, да, пассивный доход. Почему? Потому что ту зарплату, которую человек получает, ему обычно не хватает. То есть та зарплата, на которой люди живут, ее хватает ровно на то, чтобы, скажем так, да, оплатить те простые базовые потребности, которые есть у человека и, ну, в течение месяца, не более того. Так, теперь я. Давайте разберем, вот что же, что же такое инвестор, да, кто же такой инвестор. Инвестор – это человек, который получает доход от инвестиций и причем получает их ежемесячно и не работая активно. То есть пассивный доход начинается только у людей, которые относятся к категории инвесторы, даже не бизнесмены, даже не предприниматели. То есть вот многие из вас пишут, что, да, хотят пассивный доход. И я хочу вам сказать, как вы считаете, пассивный доход реально заработать за год, вот те, которые хотят пассивный доход 100 тысяч рублей, реально заработать за год, Вот я вам показала 4 вида заработка, да, это работа, работа по найму, это просто быть специалистом и работать, да, так, подрабатывать где-то еще налево, и быть бизнесменом, предпринимателем, да, и вот четвертый вид – это инвестор. Как вы считаете, к инвестору, чтобы прийти к инвестору в среднем, сколько лет нужно потратить, сколько лет нужно поработать, чтобы стать инвестором? В нашем проекте все возможно. За какой период времени? Анатолий, тогда, в принципе, если вы хотите положить миллион на вклад и получать 10%, то я вас, никто вас не держит, вы можете взять миллион, который у вас лежит в заначке, и положить его на вклад и получать 10%. Вот вам пассивный доход. Напишите цифру 1 в чате, у кого есть лишний миллион. Осталось найти людей, у которых есть лишний миллион. Все, больше ничего. Ну, на самом деле, не один-два года, потому что за два года вы не создадите хороший пассивный доход за два года. Люба, скажите, пожалуйста, у вас получится за два года заработать на 5 квартир? Вот если брать 100 тысяч рублей, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц, нужно иметь хотя бы 5 квартир, которые мы будем по 20 тысяч рублей сдавать. Чтобы заработать себе на 5 квартир, которые мы будем сдавать, как вы думаете? Ну, единственный правильный ответ от Алексея, да, он написал, что около 5 лет, да, от 5 лет, от 5 лет, то есть 5 лет для того, чтобы создать такой пассивный доход, чтобы вы могли чувствовать себя финансово свободно. Не надо быть, не надо иллюзии строить, не надо одевать розовые очки на себя, у вас они еще и не сняты у многих, поэтому одевать еще одни розовые очки я вам не буду. На самом деле, чтобы заработать пассивный доход, нужно лет 5 реально поработать. Вопрос, где поработать? 5 лет поработать на работодателя? 5 лет поработать, побыть фермером, швеей, мотористкой или еще кем-то, да, делать ремонты? 5 лет строить бизнес, да? Вот как вы считаете, за 5 лет какой вид деятельности, из которых я вам показывала, может принести деньги, которые вы сможете инвестировать. Вот смотрите, если мы говорим про инвестора, да, 3... Продолжение следует... 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 Богатый человек от небогатого. Можете мне написать, чем отличается? Никто не знает, да? Трудом. Трудом, деньгами и имуществом. Да, очень грустно читать ваши ответы, честно. Единственный правильный ответ был у Анатолия. На самом деле, единственный правильный ответ был у Анатолия. Богатый человек от небогатого отличается мышлением. Смотрите, приведу вам такой пример. Богатый человек отличается от небогатого своим мышлением. Приведу вам такой пример. Представьте себе Африка. И посылают в Африку двух торговых представителей. Торговые представители – два менеджера, которые работают на фабрике по пошиву обуви. Их отправляют в Африку для того, чтобы они посмотрели, можно ли в Африке продавать туфли, шлепанцы, босоножки и всякую обувь, которую, да, необходимо фабрике иметь рынок сбыта. И поехал первый менеджер. Поехал первый менеджер, приехал в Африку, жара, смотрит, ходят люди, босы ходят, раздетые, ну, зашкаливает температура, да. Пишет он телеграмму. Здесь все ходят босы. Шансов продать обувь нет. Приезжает второй торговый представитель. Посмотрел – все ходят босы. И пишет в телеграмму. «Караул! Тут все ходят босы. Срочно присылайте три контейнера обуви». Смотрите, и один, и второй человек оказался в одинаковой ситуации. Но кто-то мыслит, что шансов нет, как написала там вверху любовь, что шансов нет, кризис и так далее. А кто-то видит возможности. Вот богатый человек от небогатого человека отличается тем, что богатый человек всегда видит возможности, а небогатый человек будет всегда видеть препятствия. Небогатый человек будет всегда мыслить, скажем так, не то, что небогато, недалеко. Он всегда будет видеть… Богатый человек всегда понимает, что его результат зависит от него самого. Богатый человек всегда видит возможности, потому что он сам управляет этими возможностями, сам может на них повлиять. А небогатый человек всегда будет говорить, «Ну, я не могу, там же кризис, там же люди, они ничего не покупают, у людей же денег нету, они же ходят босые, они же привыкли сто лет ходить босые. Вы что, какие туфли, какие сандалии?» У них, во-первых, денег нету, во-вторых, они сто лет или сколько там веков ходят босые. Какая обувь, о чем вы говорите? Поэтому богатый человек от небогатого человека всегда отличается образом мышления. То, как вы мыслите, то, как вы мыслите, тем вы и являетесь на сегодняшний день. Поэтому первое, что необходимо вам менять, это ваше мышление. И то, над чем необходимо работать, это над мышлением. Вот смотрите, у кого-то на создание пассивного дохода уходит 5 лет, а у кого-то 2 года, а у кого-то вообще 1 год, а для кого-то и 10 лет. И 10 лет, а кто-то и за 20 лет не создаст себе пассивный доход. Почему? Потому что вот вы все пришли в проект, и вы должны понимать, что вы сейчас возьмете и начнете действовать. И вы начнете делать, 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 и многие из вас через 2-3 недели, через 2-3 месяца сольются и скажут, «Нет, я не могу, никто не хочет работать». Нет, у меня нет регистрации, у меня нет новичков, никто не хочет делать заказы. Вообще это нереально. Люди не хотят покупать, у них денег нет. В интернете это нереально и так далее, и так далее, и так далее. И, понятное дело, те люди, которые не поменяют свое мышление, не уберут, не уберут, скажем так, вот эти вот в голове тараканы, которые, да, там, сами создают реальность у человека. Движения никогда не будут. Вот Николай написал, «Я знаю человека, это мой товарищ, который богатый, у него миллионы на счетах, но его друзья не видят». Его друзья не видят, но это факт. Николай, «Может быть, его друзья и не видят, но задайте вопрос этому человеку. Он бы хотел, чтобы его друзья его видели. Может, ему уже неинтересно с этими друзьями. На самом деле, может быть, ему неинтересно с этими друзьями. Тут человек уже имеет право выбора, с кем дружить и с кем интересно. И чем выше человек по уровню, понятное дело, что богатство не приходит к людям, которые не меняют свое мышление. Почему? Потому что я не говорю о тех людях, которые создают богатство путем расхищения государственной собственности. То, чем занимаются депутаты, что в России, что в Украине, что в Белоруссии, что в любой другой стране. Те, которые пилят бюджет, и те, которые сидят на газовых и нефтяных трубах. Я не говорю за этих людей. Я говорю за людей, которые зарабатывают сами. Например, я хорошо знаю Чичваркина и люблю к нему ходить на всякие мероприятия, когда он приезжает в Киев. И я его знаю с того момента, когда он создал свой первый магазинчик Евросеть. И знаю его метод мышления. И я хочу вам сказать, что у него был период, через три года, когда он начал быстро лететь, ну, взлетать вверх. Он сказал такую фразу. Ты знаешь, с каждым днем мне все более и более неинтересно общаться с теми людьми, с теми людьми, которые меня окружают. Поэтому, понятное дело, человек, который развивается, у него другой уровень интересов. И поэтому здесь важно понимать, что люди, которые богатые, они не потому не общаются, не видят своих друзей. Не потому, что им некогда. Нет, у них есть время. У них есть возможности. Просто они этого уже не хотят. Они имеют право выбора в своей жизни. Понимаете? Поэтому вот от вашего мышления, от вашего мышления все зависит. То, как вы мыслите, зависит ваш конечный результат. На самом деле, да. И я хотела бы показать, вот, да, как мы, когда, как мне нравится, вот, мышление инвестора. Когда-то Генри Форд, все знают, кто такой Генри Форд. Я рекомендую прочитать его книгу. У него есть очень классная книга «Моя жизнь, мои достижения» называется. Очень классная книга Генри Форда «Моя жизнь, мои достижения». И этот человек, который создал автомобиль Форд, построил производство, и он когда-то сказал, что вместо того, чтобы вкладывать 100% собственных усилий, можно взять по 1% от усилий 100 человек. Результат в обоих случаях будет одинаковый. Но первый путь тяжелый, а второй умный. К чему, да, вот почему я говорю, да, вот почему мышление инвестора. Многие из вас сейчас подумали, чтобы создать такой товарооборот, который будет приносить пассивный доход, нужно самому привлечь 500 человек, да. Так мыслит человек, который привык ходить на наемную работу. Почему? Потому что на самом деле так мыслят только те люди, которые привыкли всю работу выполнять сами. В нашем проекте вот это вот мышление инвестора, то, как говорил Генри Форд, очень полезно. Почему? Потому что на самом деле у нас, в нашем проекте идет, мы берем по 1% от усилий 100 человек. И он сказал, что первый путь тяжелый, а второй путь умный. Поэтому думайте, мышление инвестора на самом деле, мышление инвестора может быть у каждого человека. Ну, каждый человек может мыслить как инвестор, каждый. Но, и каждому это дано. Просто, на самом деле, к определенному периоду, возрастному, вот это мышление у человека притупляется. Почему? Потому что на самом деле мышление инвестора не требуется на обычной работе. На простой работе ваше мышление инвестора не нужно работодателю. Да, работодателю нужно, чтобы вы выполняли простую, свою обычную работу. И в нашем проекте, да, в нашем проекте, что еще очень важно, что кроме того, что вы меняете не только свои финансовые, да, финансовый уровень, но вы еще меняете свое мышление. Меняете мышление с уровня наемного работника на мышление инвестора. И этот путь, многие люди проходят, кто-то за год, кто-то за два года, кто-то за три года. Все зависит от вот этой упертости, о которой я говорила, которую вы будете вкладывать в проекте, в работе. Все зависит от времени, от действий и от вашей, скажем так, настойчивости. Вот это три показателя, которые необходимо инвестировать в нашем проекте. Поэтому меняйте мышление и давайте сравним с вами, да, вот, давайте сравним с вами. Есть обычная работа, на которую мы с вами привыкли ходить. Потому что бизнесменов, в принципе, тут мало. Те, которые имели опыт бизнеса, либо имеют его, там, 3-4 человека написали. Но я думаю, из этих четырех реально один может быть и имеет собственный бизнес, а остальные нет. Поэтому давайте разберем с вами два таких, две таких вида, два вида деятельности, которые создают нам финансовый поток. Это обычная работа и работа в проекте «Экспресс-карьера» вместе с компанией «Рифлейм». Вот смотрите, на обычную работу вы получаете образование в среднем от 4 до 5 лет и выходите на работу. В нашем проекте обучение, время, которое вы потратите на то, чтобы обучиться всем тонкостям работы и стать профессионалом, вам потребуется максимум один год. Максимум. Кто-то быстрее, кто-то за месяц, кто-то за два месяца, кто-то за полгода. Я беру такой показатель, это один год. Смотрите, время жизни, 5 лет забирает институт и один год в принципе вы уже будете владеть такими навыками, которыми в принципе которые вам даже не даст ни один институт. На сегодняшний день те навыки, которые приобретаются в проекте, они наиболее востребованы, чем те навыки, которые дают вузы. Это я могу честно сказать. Уже 100% за два с половиной года то, чему научилась лично я, не умею делать ни один маркетолог, который выходит из вуза, который потратил 6 лет жизни. Потом зарплата, средняя зарплата от 4 тысяч гривен это 20 тысяч рублей, либо 7500 гривен 30 тысяч рублей получает человек в нашем проекте. Рабочий график на простой работе с 9 до 18 в нашем проекте рабочий график как вам удобно. Свободное время на обычной работе только у вас суббота и воскресенье, а в нашем проекте свободным своим временем вы распоряжаетесь сами. Отпуск на простой работе раз в год, когда вас отпустят, да. А в проекте экспресс-карьера отпуск мы сами себе выбираем, когда нам комфортно, когда мы хотим. Место отдыха на обычной работе, где отдыхают люди. Ну, обычно люди на обычной работе отдыхают там, в том месте, на что хватает денег. И в нашем проекте место отдыха это мы сами выбираем, где мы хотим отдыхать, там мы отдыхаем. На обычной работе свободных денег нету, люди живут в ноль либо в минус. И в нашем проекте «Промиссия с актерами карьеры» свободные деньги есть, и шансы заработать эти свободные деньги есть. Второй момент – возможности детям на обычной работе. Я не знаю, какие возможности детям вашим от вашей обычной работы. Вот вы ушли с работы, ваш работодатель передаст вашим детям наследство в свое предприятие, сомневаясь. А в нашем проекте мало того, что вы передаете своим детям опыт определенный, потому что ваши дети будут видеть вас успешными. А детки обычно будут делать то, не то, что слышат, а то, что видят. И если они видят успешными своих родителей, они будут делать то же самое. Не надо им говорить, будь успешным или еще что-то, они сами будут видеть и делать то, что делают их родители. И второй момент – наш бизнес передается по наследству. Я не знаю ни одну работу, которая может передаться по наследству. Кроме того, я вам хочу сказать, что в нашем проекте люди не только меняются с финансовой точки зрения. Люди еще меняются с точки зрения, как они выглядят, как выглядят их лица, как улыбка на лице чаще. Почему? Потому что я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что наш проект меняет людей к лучшему. Я вот хочу показать вам фотографии. Это в декабре 2015 года мы на сцене получали вот такие свои чеки по 1500 долларов за звание старшего директора. А в мае месяце, через 5 месяцев ровно, мы уже получали чеки за звание «Золотой директор». Через 5 месяцев в Одессе, то в Киеве на Новый год мы получали, да, и через 5 месяцев в Одессе компания устроила нам в Одессе прекрасное мероприятие, на котором мы и отдохнули, в принципе, да, и с удовольствием получали вот такие вот чеки. Кроме того, мы еще развиваемся не просто как люди, которые работают в проекте, да. Мы приобретаем очень много навыков. Никогда не думала в этом проекте, что я буду спикером. Никогда, на самом деле, что я смогу выступить на сцене и так далее. Поэтому те навыки, которые дает нам проект, на самом деле, они очень дорогого стоят. И эти навыки не факт, что вы приобретете в высшем учебном заведении. Ну, а то, что наш проект меняет людей к лучшему, я вам это могу гарантировать 100%, вы это будете наблюдать и видеть по фотографиям наших коллег на вебинарах и так далее, да. Еще раз показываю вам скриншот своего дохода и хочу сказать, что деньги в проекте есть и деньги, в принципе, здесь есть немаленькие. Потому что если я вам покажу доходы вышестоящих лидеров, то, честно говоря, вы даже не поверите, поэтому я не ставлю такие скрины, где доходы, ну, очень высокие. Почему именно Reflame был выбран? Давайте рассмотрим, почему Reflame. Во-первых, это легальный и прозрачный бизнес. Все официально. То есть к вам завтра не придут и не спросят, где вы взяли на свой расчетный счет или где вы взяли дополнительно 100 тысяч рублей или откуда у вас миллион. Или за какие деньги вы купили эту квартиру. Не будет такого, потому что доход легальный, все официально, легально и прозрачно. Компания 45 лет, на самом деле уже 46 лет, в 68 странах мира. Что это не показатель? Покажите мне хоть одну компанию, которая 45 лет будет стабильно работать, стабильно выплачивать зарплаты, стабильно выплачивать доходы в 68 странах мира. А теперь скажите, Reflame не пользуется спросом? Сколько стран мира существует? Кто-то знает, сколько стран мира существует? И всего лишь навсего, аж в 68 странах компания Reflame чувствует себя стабильно 45 лет. Это показатель того, что нету спроса. Вот те, которые думают, что на Reflame нету спроса, вот я хочу вам показать, что вы ошибаетесь. Потому что 45 лет вы еще, может быть, и не родились, а компания уже существовала, работала и выплачивала доходы своим людям. Третий фактор – нет финансовых вложений, да, как, например, в Amway. Там финансовые вложения, скажем так, повесомее. Ну да, в 48 лет я просто, когда готовила слайд, я взяла, скопировала себе со старой презентацией. На самом деле в 48 лет, в следующем году, по-моему, будет 50 лет компании, 50 лет компании. Потом, смотрите, нет финансовых вложений. Косметика и средства гигиены на самом деле идут высокого качества и по доступным ценам. Если компания Reflame пустит в продажу свои продукты, свои товары в торговые сети, в торговые центры, как вы считаете, сколько будет стоить тот же самый шампунь, та же самая тушь? Если я покупаю, например, тушь The One, она стоит 7 долларов, да, в среднем, от 7 до 14, потому что мне со скидками там, ну, мне получается 7 долларов. Но если берем там даже 20 долларов тушь Reflame, да, то тушь Lancome, тушь Dior стоят у нас в торговой сети Bracard 170 долларов. Понимаете, да? И я знаю, какую аренду платит торговая сеть Bracard. Вот если вот эти все затраты положить на продукты компании Reflame, то в торговых сетях они будут, эта продукция будет стоить за облачных денег на самом деле, да. И если кто-то считает, что если продукт стоит дешевле, то он некачественный, вы ошибаетесь, потому что себестоимость продукта состоит из очень многих факторов, на которые вы, как обычный потребитель, не обращаете внимания. Вы не обращаете внимания на НДС, на прибыль, на затраты, на взятки, те, которые торговая сеть платит, чтобы войти в торговый центр, да, например, чтобы у нас стоять в торговом центре 10 лет, торговая сеть Bracard каждый год по 100 тысяч долларов отстегивает собственникам для того, чтобы только оставаться в этом торговом центре, кроме аренды. А аренда, а коммунальные, а зарплата персоналу, а прибыль собственника, да, все это ложится на себестоимость того продукта, который вы там покупаете. И тогда вопрос еще, стоит вопрос, так что же на самом деле невысокого качества? И если вот эти все затраты снять с той же самой продукции, которая продается в торговых сетях, то продукция, которую вы покупаете в торговых сетях, по себестоимости будет вообще стоить 3 копейки. Тогда вопрос, из чего же она состоит? Поэтому задумайте. Еще очень важный фактор идет трудовой стаж. Очень важный фактор есть отчисление в пенсионный фонд, который мы с вами делаем. Очень важный фактор, который тоже, почему Арифлейм, потому что 17 зарплат в году плюс премии. Не знаю, где еще платят 17 зарплат. Потом, очень важный фактор, доход на личный счет каждые 3 недели. Для меня это весово. Ну, понятно, дело это уже как следствие. Путешествие из компании и бизнес передается по наследству, это уже как следствие. Вот такие главные, ключевые факторы, которые я выделила. И на самом деле Арифлейм 21 века очень отличается от того Арифлейма, который был даже 5 или 7 лет назад. Кто-то помнит 93-98 год? В 98-м году не было мобильных телефонов. В 96-м, 97-м году не было мобильных телефонов. Были пейджеры. Кто-то запомнил, что были пейджеры? Может, кто-то даже не помнит, что были такие пейджеры, в которых можно было писать сообщения через оператора. Но сказать в этот пейджер ничего нельзя было. Посмотрите, прошло сколько лет, и мы сегодня с вами пользуемся мобильными телефонами, планшетами. В любом месте, где мы с вами находимся, у нас есть доступ к интернету. Да? А кто-то помнит вообще, что такое интернет был в 2000, например, в первом году? Я помню, когда у меня был собственный бизнес, и что-то такое было интернет, электронная почта. Это были вещи непосягаемые. А сегодня посмотрите, как все развивается, с какой скоростью света. Да, уже иметь обычный стационарный телефон дома нет смысла. На сегодняшний день у нас стационарный телефон, оплата за стационарный телефон дороже, чем за мобильную связь. Понимаете? То есть все движется со скоростью света. Арифлейм тоже не стоит на месте. Арифлейм тоже меняется. Арифлейм развивается тоже со скоростью света и пересматривает. И очень гибкая компания. И вот срок жизни компании зависит от того, насколько она гибкая. Смотрите, что такое Арифлейм 21 века? Это бизнес, который полностью помещается у вас в вашем ноутбуке. Ваше рабочее место – это любое место, где вам комфортно работать. Ваш бизнес – это не только то место или тот город, в котором вы живете. Это весь мир, по большому счету. И наша система позволяет дистанционно управлять своим бизнесом, обучаться и работать со своей командой. Вы можете дистанционно. Вот как сегодня я с вами работаю. В принципе, я веду вебинар дистанционно. И все мы с разных стран, с разных городов. И посчитайте, сколько времени вы бы потратили на то, чтобы приехать куда-то, в какой-то офис, провести вот эту встречу, провести презентацию. Вот так мы собрались. Кто-то сидит, пьет кофе, кто-то недавно проснулся, кто-то уже прибежал с работы, кто-то уже сделал кучу дел. Но каждый живет своей определенной жизнью. И настолько комфортно. Раз, собрались, быстренько провели вебинар, получили информацию. То же самое все обучение вы будете получать именно вот таким методом. Вот это рефлейм 21 века. И то, что вы знали до этого, можете просто забыть, потому что это уже не работает. И в чем же состоит суть работы? Вот коротко хочу сказать, да, в чем же суть работы? Суть любого бизнеса, любого бизнеса, любого предприятия. Вообще суть денег, да, деньги приходят откуда? Деньги приходят через создание товарооборота. Как в любом бизнесе, продвигаются товары либо услуги. И чем больше товар или услуга будет пользоваться спросом у большинства людей, да, тем больше прибыль этой организации. А я хочу вам сказать, что компания Reflame, вот почему еще была выбрана компания Reflame? Потому что компания Reflame производит продукты, которые имеют очень короткий срок оборота. То есть они быстро оборачиваемые. То есть это продукты, которые пользуются спросом каждый месяц. Мы с вами каждый месяц чистим зубы. Каждый день, даже не месяц, каждый день чистим зубы. Один раз в месяц мы покупаем себе зубную пасту. Один раз в месяц мы покупаем себе зубную щетку. Один раз в месяц мы покупаем себе шампунь, дезодорант и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то чаще. Это те все средства, которые, в принципе, позволяют наше тело поддерживать в чистоте и порядке. Средства гигиены. Они очень быстро оборачиваются и приносят, тем больше приносят прибыли и компании, и нам. Вот таким образом мы создаем товарооборот. То есть мы работаем с товаром, который, в принципе, мы не продаем, который оборачивается очень быстро. Чего нет у других компаний. Та же самая Mary Kay продает косметику, она дорогая, она быстро не оборачивается. Компания Amway продает товар, который тоже, в принципе, пользуется спросом, но он дорогой и не так быстро заканчивается. Он дорогой и ему хватает где-то на полгода. Представьте, если бы в продуктовых магазинах человек хлеб покупал раз в полгода, либо колбасу покупал раз в полгода, либо молоко покупал раз в полгода. То есть, понятное дело, что не было бы оборота денег, деньги не обращались и дохода бы такого не было. То есть в чем заключается основная наша работа? Что мы делаем? Мы создаем клиентскую базу своего интернет-магазина. Все очень просто. Каждый из вас зарегистрировался и имеет свой интернет-магазин. И вот наша с вами задача создать клиента в этот интернет-магазин свой. Из товарооборота вашей клиентской группы вы будете получать полностью доход. Полностью все проценты от вашего товарооборота. Что вы делаете? Вы только создаете клиентскую базу. Все остальное работают, доставка, бухгалтерия, все ответственность за качество продукта, разработки, продвижение, реклама, маркетинг. Все это берет на себя полностью компания. А основная наша задача – это просто управлять клиентской своей базой, коммуницировать с людьми, показывать возможности, влюблять в проект, показывать возможности дохода, показывать возможности заработка, улучшать жизнь людей. Вот это наша основная задача. И кроме того, мы как владельцы этого интернет-магазина, мы с вами, мы имеем колоссальную возможность. Мы с вами имеем возможность приобретать для себя продукты со скидкой от 20% до 70%. И кто уже с этим столкнулся, он прекрасно знает, какую выгоду мы получаем от того, что мы покупаем то же самое мыло в своем интернет-магазине, а не несем эти деньги в какой-то другой магазин. В принципе, вот коротко и понятно суть работы, что мы делаем. Как мы организуем товарооборот в бизнесе? Мы сами, в принципе, можно продавать самому, но мы сами не продаем, мы ничего не продаем сами. Нет, есть, конечно, люди, которые продают, им это очень нравится, и очень много клиентов приходит потом за продукцией, и люди таким образом еще себе дополнительно зарабатывают. Но ключевое, ключевое основное, это мы строим бизнес и приглашаем, например, да, проще бы вот таким способом пригласить 10 человек, которые станут клиентами интернет-магазина, и они дадут товарооборот больше, чем вы продадите сами, да, они просто будут пользоваться этой продукцией, и это все равно будет товарооборот больше, чем вы будете продавать сами. Поэтому мы работаем вторым способом, мы создаем клиентскую базу в наш интернет-магазин. И чтобы вам было легче понять смысл работы, смотрите, доход того магазина, который есть у вас рядом, где вы покупали шампунь, дезодорант, зубную пасту, этот доход, когда вы это все покупаете, вы создаете тому человеку, который владеет этим магазином, а мы создаем доход своему интернет-магазину. Почему? Потому что мы все становимся потребителями той продукции, которую производит компания, и мы создаем товарооборот только в своей сети, и доход получаем только мы. То есть мы свои деньги не отдаем другим магазинам, а все, что мы покупали раньше в простом магазине, мы покупаем в нашем интернет-магазине. Вот эти 20 долларов, о которых я говорила, да, минимальные вложения, да, купить себе шампунь, дезодорант, гель для душа, мочалку, не знаю, зубная щетка. Можно ли считать зубную щетку вложением? Ну, это кто как считает, да. И что же необходимо делать для того, чтобы достичь успеха? Вот наши основные действия, да, основные критерии. Что делать? Очень важно обучаться, потому что без обучения результата может и не быть. Потому что не владея информацией, не получая инструменты для работы, навряд ли человек получит результат. Нельзя, нельзя находиться, знаете, где-то на другой планете и не владеть информацией, что происходит здесь, и выйти на результат. Такого не будет. Обучение – это очень-очень важно. Второе очень важный пункт, который мы делаем – это рекрутирование. Что такое рекрутирование? Это реклама нашего магазина в интернете на разных интернет-ресурсах с целью увеличения нашей клиентской базы, да. И третий важный пункт, который мы делаем – это потребление. Потребление с выгодой. То есть мы, у нас есть колоссальная возможность экономить деньги на тех покупках, которые раньше мы делали в простом магазине, и таким образом еще и зарабатывать. Вот три основных действия, три основных важных факта, которые необходимо делать. Вопрос на вопрос, кто вам будет помогать, если возникает такой вопрос, да, кто вам будет помогать, как вы будете работать. На самом деле компания-производитель предоставляет все ресурсы, все ресурсы, которые вам нужны для работы. Сайт есть в каждой стране – в Грузии, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в Туркменистане. Посмотрите на сайте, там есть список стран, в каких странах работает компания, да. И на всех этих языках компания организовывает сайты для работы. Плюс логистику, доставку товара тоже делает компания. Бухгалтерский учет тоже делает компания. Потом, ответственность за качество продукта тоже несет компания. Следующий момент. Стимулирует спрос, да, то есть не то, что стимулирует спрос, да, а рекламирует продукцию и создает, скажем так, такую рекламную поддержку. Это тоже делает компания, это не вы делаете. Также вы будете получать помощь спонсора и команды. В чем будет заключаться помощь спонсора? Помощь спонсора будет заключаться для вас в помощи в построении структуры, в обучении, в работе с новичками. И ваш спонсор обеспечивает вас полностью системой работы. Поэтому не стесняйтесь найти вашего спонсора. И очень важно, да, если кто-то потерял своего спонсора, да, и потерял связь с человеком, который его пригласил в проект, очень важно найти этого человека и, скажем так, наладить с ним контакт, постучаться к нему в скайп, найти, списаться и быть на связи с этим человеком, который вас пригласил. Это очень важно. Когда в проекте становятся спонсорами, ну, всегда в проекте спонсорами. Как только вы привели первого новичка, вы уже становитесь спонсором. Но пока вы не умеете, не владеете полностью всей информацией, да, и вы пока еще не самостоятельная единица, скажем так, которая может быть уже таким спонсором, который стабильный и профессиональный спонсор, да, то спонсором для ваших новичков, наставником, точнее наставником будет ваш человек, который вас, вот, вы написали Яна Аксинтюк, вот Яна Аксинтюк, в принципе, и будет наставником для ваших новичков. Наставником. А спонсором вы становитесь, как только вы привели первого новичка, вы уже для него спонсор. Поэтому вот не теряйте связь со спонсором, с человеком, который пригласил вас в проект. И для того, чтобы получать результат в проекте, важно, конечно же, выполнять вот эти все критерии, которые я озвучила, три факта. Это обучение, рекрутирование и потребление. И что вы получите в результате? В результате я могу сказать, что те люди, которые будут системно придерживаться тех рекомендаций, которые я сказала, обучение, рекрутинг плюс потребление, я гарантирую этим людям постоянно растущий доход. Подарки от компании однозначно. Путешествия в теплые страны с уровня золотой директора и выше два раза в год однозначно. Признание компании и признание партнеров, а самое главное, ваших родных и близких за ваши успехи. Это тоже вы будете получать. Ну и то, что очень важно для многих людей, которые приходят когда-то там на работу, да, вот что, когда мы устраиваются на работу, для нас очень важно, чтобы мы попали в хороший сплоченный дружный коллектив. Вот я не знаю, как на обычной работе, но в нашем проекте, как бы, да, вы однозначно получите работу в сплоченной дружной команде. И как дальше эта команда будет развиваться и достигать успеха зависит и от вас тоже, да. Потому что нельзя войти в команду, сидя тихонечко в кустах, не наблюдая за работой и не принимая участия, да. Поэтому ваша задача, активные действия, это однозначно. Идем дальше. Что вам необходимо сделать прямо сейчас? Прямо сейчас вам необходимо наладить связь со своим спонсором. Спонсором, с человеком, который пригласил вас в этот проект. Найти в соцсети, списаться, добавиться в скайп, добавиться в группы, везде присутствовать в нашем информационном поле, в нашем, это обязательно. Потому что ваша задача с помощью вот этого человека, спонсора, да, который пригласил вас. Или если вы не нашли спонсора, найдите вышестоящего спонсора, наставника. И с помощью его очень важно активировать свой личный кабинет. Если вы настроены на результат, если вы настроены серьезно работать, не ждите там 2-3 месяца, пока вас удалят из проекта, только лишь за то, что вы не активировали личный кабинет. За 2-3 месяца под вами уже будет структура, которую строит ваш спонсор, да. И очень обидно, когда потом, да, вы через полгода узнаете, что вы вышли на звание какое-то определенное, еще не приложив даже особенно усилий. Поэтому активируйте свой личный кабинет, размещайте в нем самый любой заказ, который, в принципе, вы можете, ну, по вашей потребности. Получите у вашего спонсора первые инструкции, и очень важно все эти инструкции выполнять. Ежедневно старайтесь выполнять все действия, которые будут описаны в инструкции. Почему? Потому что, выполняя ежедневные действия, можно лишь получить результат. Потому что нельзя работать так. Сегодня поработал, потом 3 дня не работал, да. Для того, чтобы развивать навык успешного, да, ну, как бы, да, возьмем так, стать лидером, стать успешным человеком, этот навык нужно развивать. Нужно самим много чего уметь. А поработав день, а потом 3 дня не работать, вот этот вот навык, который вы за день научились, вы опять 3 дня потом будете сидеть, вспоминать и, скажем так, тратить на это время. Поэтому возьмите себе за принцип, работа должна быть системная, ежедневная, ежедневная. И посещайте все обучающие вебинары. Второй момент. Поставьте себе цель. Поставьте себе цель, которую вы сможете измерить. Вот многие писали здесь цель, когда пришли в начале вебинара. Меня слышно, да, звук не пропал. Многие писали себе цель такую. Финансовая свобода, финансовая стабильность. Вот я вам хочу сказать, что бомжи, они тоже финансово свободны. Они свободны люди, они никому ничего не должны, да. Поэтому вот такое понятие, как финансовая свобода, это понятие, к которому вы никогда не придете. Вы никогда не поймете, что вы к нему пришли, потому что вы не сможете его измерить. Потому что финансы, деньги, это чистая математика. Деньги любят счет. Существуют законы денег, даже если вы их не знаете, это не факт, что они не работают. Поэтому я вам хочу сказать, как человека с 20-летним стажем в бизнесе, собственно, кроме еще этого проекта, я вам хочу сказать, что деньги – это вещь не метафизическая, а это конкретная, измеримая вещь. Ее можно измерить. Вы же измеряете свою зарплату, вы же хотите 50 тысяч рублей, тысячу евро. Вы же не пишете «хочу много евро», «хочу много рублей». Приходите на работу «хочу зарплату много». Вы же говорите «хочу зарплату 50 тысяч рублей». 50 тысяч, 50 – это обозначение, это критерии. Поэтому ставьте себе цель конкретную, на какую зарплату в цифрах вы хотите выйти. И очень важно дать себе 200 дней и не делать выводы. Почему? Потому что ничего быстро не бывает. Даже ребенка, да, мы вынашиваем 9 месяцев, да, а вы здесь хотите пассивный доход, многие хотят создать, прийти за 3 месяца одной левой ногой, быстро, 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 ничего не делая, выйти на пассивный доход. Такого не бывает. Для того, чтобы что-то создать, сотворить, необходимо вложиться, вложиться, работать трудом. Поэтому дайте себе 200 дней не делать выводы, а просто действовать, 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 работать, работать, работать. Если вы уже, многие из вас, по 5 лет работали на кого-то, за зарплату какую-то, какую-то зарплату, да, и не делали выводов, живя в минус, не делали выводов себе в жизни, то, в принципе, вот сейчас поступите так же. Не делайте выводов быстрых, отдайте время, но, очень важно, делайте действия. Это очень важно. 200 дней. Анастасия, вы можете 300 дней, если для вас цифра 200 кажется странной, дайте себе 300 дней не делать выводы. Больше навыки натренируйте, это очень важно. Нет, 200 дней. Я говорю не о часах, а 200 дней. И скажите мне, вот те люди, которых вы сейчас видите, вот у нас на слайде, посмотрите, да, но я не знаю, 200 часов – это очень мало, послушайте, ну, вы же взрослые люди, многие из вас хотят зарабатывать 50 тысяч рублей. Сколько часов вы проработали на работодателя и не заработали этих 50 тысяч рублей? А вы хотите здесь за 200 часов заработать 50 тысяч рублей? Ну, вот розовые очки нужно снимать. Я говорю грубо, но это так. Снимайте. Снимайте, расставайтесь с ними надолго. И вот вы видите фотографии наших коллег, успешных коллег, которые получают вот такие чеки, да. Вот у Аня Черно держит чек 27 тысяч 500 долларов. И, ну, многие наши коллеги, вот, которые путешествуют, смотрят мир. Как вы считаете? Ну, они же смогли, они же заработали, они же сделали. И чем они отличаются от вас? Я могу сказать, что отличаются всего лишь навсего одним. Тем отличаются своей силой воли, отличаются жаждой к другой жизни, отличаются от того стада людей, которые живут как все. Потому что как все, это как все. Прийти на работу и проснуться от того, что уже пора уходить с работы, да. Вот так живут все. Прийти отработать за вот за те деньги, которые платит работодатель, и уйти и жить как все, да. Эти люди живут не как все. Они выходят из рамок комфорта. Да, здесь нужно напряжься. Да, здесь нужно делать достижения. И многие пришли здесь, не умели ни работать ни на компьютере, не знали много чего, да. Компьютер многие видели в первый раз. Все зависит от того, какую цель вы себе ставите. Можно научиться и на компьютере работать. Потому что мы не рождаемся сразу с навыками работать на компьютере. Все навыки мы сами себе приобретаем. Вот какой навык вы хотите себе приобрести, такой навык вы и приобретаете. Учитесь. Учитесь, все это возможно. Поэтому вот критерии я набросала, да. Чем отличаются эти люди. Вы должны их запомнить, посмотреть, как только вы будете отступать от своей цели. Вы сразу вспоминаете эту фотографию. Потому что если хотите приблизиться и стать таким же человеком успешным, счастливым, молодым, красивым, динамичным, развивающимся, и то, зачем вы пришли, это финансово свободным, то, понятное дело, необходимо потрудиться. Потому что без труда финансовая свобода никому не дается просто так. У меня, в принципе, все. Если есть вопросы, вы пишите. Пишите вопросы. Вот человек пишет YouTube в помощь. А что в YouTube? YouTube? Что в YouTube? В YouTube много чего можно научиться. Если вы не умеете работать в таблицах Excel, вы заходите в YouTube и пишите, как работать с таблицами Excel. И вам YouTube предлагает очень много видео, как работать с таблицами Excel. Это я как пример говорю, да. И все видеоуроки, и все, что вы не умеете в компьютере, и все, что вы не знаете, все эти видео можно найти в YouTube. Поэтому, да, если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, я вас оставляю, потому что уже голос станется у меня. Бывает такое. Все, поэтому действуйте, и все у вас получится. Получится у тех 100%, кто будет действовать. Это я могу 100% гарантировать. Если человек не будет действовать, а будет так же относиться, как к простой работе, на которой мы когда-то ходили с вами, прийти, выпить чашечку кофе, потусить, а потом что-то поделать, а потом создать видимость работы, то вы можете понимать, что что укладываете, то и получаете. Что сеете, то и какой урожай сеете, такой урожай и собираете. И это очень справедливо. Все, всем спасибо и до встречи.